МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Исполнили гражданский долг. Как прошли выборы президента в нашем городе? Открытое пространство в Сарове открылся первый в области класс open space. Финишная прямая. Хоккейный клуб Саров-Инвест провел первую полуфинальную игру чемпионата. Далее расскажем обо всем подробно. Выборы президента страны состоялись. Общая явка составила 67,5%. К утру понедельника ЦИК обработал уже 90,84% итоговых протоколов. Такой высокой скорости обработки результатов удалось достигнуть в том числе и благодаря новым комплексам электронного голосования, которые были установлены во многих городах нашей страны. В Сарове голосование велось по старинке. Бюллетени опускали в прозрачные урны. Как прошли выборы в нашем городе – следующий репортаж. Саров активно включился в голосование за выборы президента с самого утра. На некоторых участках даже сформировались очереди за бюллетенями. По данным территориальной избирательной комиссии, на 10 часов явка составила более 13%. И поток желающих отдать свой голос за того, кто будет управлять нашей страной в ближайшие 6 лет, не спадает. К 12 часам дня явка в Сарове достигла уже 34%, а к половине третьего – 59%. Всего в нашем городе правом голоса обладают почти 74 тысячи человек. Для них работало 36 избирательных участков, 34 из которых были оборудованы видеонаблюдением. И практически на каждом в первой половине дня был ажиотаж. Я люблю свою страну, очень люблю. И люблю действующего президента. И пошла голосовать за него. Я ни разу не пропускал и всегда прихожу на выборы. А почему? Почему это так важно? Потому что я гражданин Российской Федерации. Каждый гражданин не должен избегать своих обязанностей и прав. Поэтому надо голосовать. Каждый голос решает. Для меня важно, кто будет править. Считаю это своим долгом. Среди первых проголосовавших в нашем регионе и главные лица области Глеб Никитин пришел на избирательный участок с семьей. Кому отдал свой голос, оставил втайне. Но подчеркнул, свой выбор должен сделать каждый. Выборы всегда праздник. Для меня было такое отношение к этому процессу. Сегодня особенно в Нижненом городе впервые голосую. И настроение очень-очень хорошее. Глава города Сарова тоже проголосовал с самого утра. Александр Тихонов отметил, «Делая выбор, мы не просто выполняем свой гражданский долг. Мы влияем на судьбу нашей страны». Конечно, когда большинство людей, значительное большинство доверяет одному человеку, президенту, конечно, и ему в этом смысле он пользуется доверием, он понимает, что ему люди доверяют, и он более грамотно, более четко проводит свою политику». По данным территориальной избирательной комиссии, явка в Сарове составила 73,7%. И это очень хороший показатель. При этом в нашем городе не было выявлено серьезных нарушений. Так что смело можно говорить. Выборы прошли спокойно и на высоком уровне. «Самое главное, что удалось избежать каких-либо серьезных нарушений, это, на мой взгляд, очень важно. Еще, на мой взгляд, очень важна высокая заинтересованность избирателей этого участка в программе кандидатов, в том, кто именно борется за пост президента». На часах почти 10 вечера избирательные участки уже закрыты, но работа избирательных комиссий еще в самом разгаре. В ближайшие сутки предстоит обработать все бюллетени и подвести итоги голосования здесь, в Сарове. На то, чтобы подвести общий итог выборов, у ЦИКа по закону есть 10 дней. Но, как показывает опыт прошлых лет, результаты выборов становятся известны уже в течение 3-4 дней. Так что совсем скоро мы узнаем имя избранного президента России. Впрочем, интриги не случилось. В 9 вечера 18 марта ЦИК озвучила предварительные результаты голосования. 72% за Путина, у Грудинина около 16, около 7 за Жириновского. Чуть более процента у Собчак, остальные кандидаты – меньше процента. Примерно такую же картину представил в ЦИОМ. И уже воскресным вечером действующий глава страны принимал поздравления. В понедельник стало известно, что Владимир Путин получил более 76% голосов. И это больше, чем на выборах 2012 года. Цифры по Сарову не сильно отличаются от общероссийских. 75% у Путина, около 12% у Грудинина, 6,5% за Жириновского и 1,5% у Собчак. Остальные кандидаты не набрали и процента. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Почти 74% явка в Сарове. Среди голосовавших те, кто делал такой серьезный выбор впервые. Некоторые приходили целыми семьями, а кто-то специально приехал с другого города, чтобы отдать свой голос за понравившихся кандидатов в президенты. С Саровчанами, посетившими в воскресенье избирательные участки, пообщалась наша съемочная группа. Несмотря на далеко не мартовский холод за окном, Александр Дегтярев впервые в свои 24 познакомился с процедурой голосования. И повод для этого был достаточно весомый. Мы выбираем будущее, мы выбираем то, куда будем вести страну наш кандидат в течение шести лет. Это очень важно. Мое будущее зависит от этого. Несколько лет назад семья Осетровых переехала в наш город из Красноярска. Сегодня любой, даже выходной день супругов наполнен интересными встречами и яркими событиями. Евгений – сотрудник ядерного центра и активный участник общественного молодежного совета при главе города. Ирина – знаток эвент-индустрии и свадебный организатор. В своем плотном графике молодые супруги всегда находят время для совместного похода на избирательный участок. Молодой человек непосредственно и влияет на тот курс, на то будущее, которое ждет нашу страну. В какой стране мы будем жить и как мы будем жить. Для любого активного гражданина, молодежи, участие в выборах – это долг. И именно мы выбираем, в какой стране потом будем жить. Для семьи Елены Романовой участие в выборах уже давно стало семейной традицией. По ее мнению, выполнять свой гражданский долг обязан каждый, кому не безразлична судьба своей страны. Новый выборный 2018 год для Елены особенный. 18 марта ее дочь Анна впервые в жизни опустила избирательный бюллетень в урну для голосования. Гражданский долг выполнить. И первый раз, естественно, в последующие годы тоже придется ходить на выборы, почувствовать эту атмосферу. Чувствую, что твой голос влияет на что-то. В этом году в преддверии выборов по всей стране была запущена новая технология – мобильный избиратель. Россияне, зарегистрированные в одном месте, а живущие в другом, заранее могли подать заявление о желании голосовать по месту фактического нахождения. Саровчанин, а ныне житель столицы Али Кемалов, ради того, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты, решил преодолеть порядка тысячи километров и проголосовать в стенах родной 12-й школы. Мне важно быть на избирательном участке по месту моей регистрации. Я понимаю, что сейчас много условий, где ты можешь проголосовать, где тебе удобно, где тебе угодно. Но тут я такой консерватор у этих вопросов. Выборы 2018 проходили под девизом «Наша страна, наш выбор, наш президент». Ну а о том, как это было в нашем городе, наблюдали Дарья Цапорыгина и Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Департамент образования просит откликнуться саровчан, имеющих желание и возможность принять в семью мальчика 2011 года рождения, оставшегося без попечения родителей. Более подробную информацию можно получить по телефону 955-72 или лично в секторе по охране прав детей, дом учителя, кабинет номер 111. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Теперь записать детей к педиатру можно и через интернет. Об этом сообщили в клинической больнице номер 50. По словам медиков, пока такая возможность работает тестовым режимом и доступна только тем, чьи дети прикреплены к первому и восьмому педиатрическим участкам. Постепенно запись детскому врачу через портал пациента планируют распространить на весь год. Образовательные методики Сарова оценили на федеральном уровне. На днях в Санкт-Петербурге подвели итоги всероссийского конкурса «Школа здоровья-2018». В номинации «Образовательная организация территории здоровья» победа одержала «Школа интернет-9», педагоги которой разработали собственные программы и методики того, как оберегать здоровье детей. Федеральная налоговая служба напоминает, что декларацию с 2017 год необходимо предоставить до 3 мая. Ее обязаны заполнить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Граждане, получившие доходы от сдачи в аренду имущества, а также ряд других лиц. В гимназии номер 2 открылся первый в Нижегородской области класс «Опенспейс». На торжественной церемонии присутствовал генеральный директор госкорборации «Росатом» Алексей Лихачев, а также директор ядерного центра и руководитель проекта «Школа Росатома». Вместе с гимназистами и их родителями они приняли участие в квесте и работе интерактивных площадок. Учениц 11 класса Василиси Крючковой на открытие досталась почетная роль. Вместе со своей подругой она проводила обзорную экскурсию по гимназии для генерального директора госкорборации «Росатом» Алексея Лихачева. Он очень приятный, сам идет на контакт, тоже задает вопросы, и радушно встречал все наши рассказы, и как-то ничего, что-то побыстрее пройти бы к самому главному месту, а слушал. В ходе своего визита во второй гимназию Алексей Лихачев послушал, как ребята поют под гитару, сделал своими руками десерт и ответил на вопросы молодых журналистов. Выполнив свою почетную обязанность, Василиса Крючкова успела по достоинству оценить новое пространство для учебы и досуга. Тут в буквальном смысле можно все, потому что оно модифицируется, трансформируется. Тут все может быть как от какого-то образовательного класса, так до места, где можно проводить свое свободное время в окна или в неурочное время. Особое внимание на открытие опенспейса посетители уделили 3D-принтеру и возможности самим создать деталь не только на экране ноутбука, но и вживую увидеть, как шаг за шагом печатается то, что раньше было обычным чертежом. С первого раза с задачей справились немногие. Не сразу поняли, что нужно делать. Зацепили, например, не верхушку, а целый блок. И вообще 3D-моделирование – это не такая простая вещь. Опенспейс в гимназии номер 2 только начал свою работу, но уже сегодня в нем проводятся различные встречи и форумы, олимпиады и мастер-классы. Как говорят дети и сотрудники учебного заведения, эксперимент с созданием открытой среды для отдыха и учебы удался. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Внимательнее следить за своими вещами. С такой просьбой обращаются горожанам сотрудники правопорядка. На минувшей неделе двое саровчан лишились своего имущества, которое находилось в автомобиле. В первом случае был украден электроинструмент. Во втором злоумышленники вскрыли багажник и вытащили акустическую систему. А после у обоих автомобилей слили бензин. Еще один житель нашего города, отдыхая в кафе, лишился верхней одежды. По словам пострадавшего, в куртке находилось около 20 тысяч рублей. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Широко известный факт, что чрезмерное употребление алкоголя до добра не доводит, еще раз подтвердили полицейские. На прошедшей неделе в дежурной части зарегистрировали сразу несколько заявлений о 40 с поножовщиной. 12 марта поступило заявление от гражданина Ка о том, что в ходе застолья он получил пари с шеей. Конфликт происходил у него с женой. Соответственно, жена нанесла ему телесные повреждения, рана непроникающие ранения. С мужчиной все в порядке. 18 марта от врачей приемного покоя поступило еще одно заявление о ножевом ранении. На этот раз потерпевшим оказался молодой человек 89-го года рождения. И с его слов, колото-резаную рану груди он получил в драке. Повреждение нанесла сожительность гражданка Р-94 года рождения, соответственно, в ходе конфликта. Данные граждане находились в нетрезвом состоянии. Еще одно дело саровские полицейские успешно закрыли на прошедшей неделе, вернув владельцу его денежные средства. Сняв в банкомате деньги, потерпевший забыл их забрать. Взяла их женщина. Наши сотрудники уголовного розыска, сняв видеозапись с видеокамер, установили, кто это женщина. Но женщина через день сама пришла в дежурную часть и сообщила о том, что в магазине Плаза в банкомате нашла денежные средства. Просит установить хозяина этих денег. Сотрудники полиции напоминают, если найден на улице телефон или кошелек, вы сами не смогли установить владельца, их следует принести в дежурную часть, описав обстоятельства, при которых деньги или ценности были найдены. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Самый яркий студенческий конкурс этой весны в Центре культуры и досуга прошел Миссер ФТИ-2018. Больше месяца участницы готовили домашнее задание, репетировали проходки и танцы, чтобы в финале продемонстрировать все, на что они способны. Шесть претенденток на одну корону. Жюри в этот вечер пришлось решить сложную задачу – выбрать лучшую из лучших. По итогам трех конкурсов Александре Шаниной удалось набрать 147 баллов из возможных 150. И девушка стала обладательницей звания Мисс ФТИ-2018. Я до сих пор не могу поверить. Эмоции, конечно, самые радостные. Участие в подобном конкурсе – это уже победа. Победа над неуверенностью, страхами и стеснительностью. В этом году конкурс проходил в несколько этапов, на каждом из которых участницам было необходимо раскрыть все грани своих талантов. Требования конкурсанткам были очень серьезные. На сцене должен быть умный, элегантный, умеющий держать себя на сцене, умеющий говорить, умеющий танцевать, умеющий петь, умеющий двигаться. И еще плюс один – он что-то из себя представляющий в этой жизни. Они представляют из себя много в этой жизни. И пусть работают дальше. Волнения и переживания остались позади. Представители администрации ядерного центра и, конечно, руководство родного вуза вручили участницам дипломы, памятные подарки и цветы. И пожелали новых побед и свершений. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Борьба за титул чемпиона в самом разгаре. За звание лучшей команды Первой лиги сражаются четыре сильнейших клуба области. «Саровинвест», «Металлург», «Сеченова» и «Кварц». И первые полуфинальные игры областного первенства по хоккею уже завершились. Наши спортсмены принимали на своем льду команду из города Бора. Подробности далее. Хоккейный клуб «Кварц» – единственная команда, которая смогла обыграть «Саровинвест» в регулярном турнире. Но если тогда поражение привело лишь к потере очков, то в серии плей-офф оно может грозить вылетом из турнира. Поэтому в этот раз к игре против спортсменов сбора саровчане подошли с особой ответственностью. Решающие игры осталось нам одержать буквально четыре победы, чтобы занять первое место. То есть сейчас простых игр не будет. Последнюю игру, которую мы провели у них на выезде, последнюю игру регулярного чемпионата, мы им проиграли там. То есть настрой был запредельный, то есть команда была мотивирована, чтобы здесь взять реванш за поражение там. И реванш был взят со счетом 8-1. Уже с первых минут игры наши спортсмены активно атаковали ворота соперников и забили в первом периоде три шайбы. Во втором зеленый свет за воротами борских спортсменов загорелся еще дважды. Сарусские хоккеисты в очередной раз показали слаженную и командную игру. Пас хорошо играет. Комбинации там разыгрывают, раскаты. И по воротам много бросают. Все нравится. Голы есть. Атаки хорошие. Посильнее команду надо, чтобы с нашими встретиться. Соперники и такие средние, конечно. Я бы сказал, что сильнее. Может быть, и полный состав они погрузили. А наши играют свою силу. То есть даже я сказал бы, не на 100%. Хоккейный клуб «Кварц» не сдавался и после второго перерыва вышел на лед с боевым настроем. На первых минутах третьего периода развернулась нешуточная борьба. И гости смогли отправить в ворота саровчан ответную шайбу. Правда, после получили в свои еще три. В первую очередь нам силенок не хватило. У вас команда хорошая, быстрая. Ребята бегут. Нам, конечно, чуть-чуть не получилось борьбы им навязать. Но ладно, будем стараться. Это первая игра только. 0-1 только в серии. Дальше посмотрим. Уже в эту субботу, 24 марта, хоккейный клуб «Саров Инвест» проведет ответный матч на выезде. В случае победы наши спортсмены выйдут в финал. Если победит «Кварц», клубом вновь предстоит скресить клюшки в дополнительном матче 25 марта. Ирина Вашегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова